Рекомендуем предложить скан паспорта. Ну, вы какой-то документ можете предоставить с фотографией для скана? Для скана? Хоть какой-то? Да. На основании чего? На основании внутребанковских каких-то там... Они рекомендуют, но такого пункта нет. Принуждение к негодной сделке вне рамка договора. Ну, это же абсурд. Пакет документов показываем. Все равно не хотят разблокировать. Давайте можем прочитать. Вот раз, два... Двадцать документов я вам предъявляю. Хорошо. Разблокируйте Сбербанком и писать претензию и обращаться в суд, и писать жалобу в прокуратуру и в центральный банк. Я не физическое лицо. Я живой мужчина. Ну, чего еще нужно? Карта-то работает? Я с нее деньги снимаю. Все ясно. Давайте напишем заявление. И вам ясно, и мне ясно. Девушки, подскажите, в каком кабинете у вас начальник отделения? Я не слушаю. Вы начальник? Да. А вы свободны? Да, конечно. Я хотел обсудить о ней вопросы. Я недавно... Где-то 24 января, что ли, хотел перечислить денежку. С карты на карту. Между своими счетами. Со своего счета, со своей карты на банк Тинькофф. Вот. Человек попросил. Я перечислил тысячу рублей, чтобы проверить, правильно ли он указал этот реквизит. Потому что пожилой человек, мало ли, может ошибся. Перечислил. На следующий раз пытаюсь 15 тысяч перечислить. Мне звонит какой-то автомат-робот. Я не понимаю, что он говорит, тогда сбрасываю. Ну, думаю, наверное, сумма слишком большая. Начал уменьшать. Десятку. Опять автомат звонит. Я сбросил. Начал пятерку. Опять автомат звонит. И это раз сообщение. Вашу веб-банку на это заблокировано. Я пришел в свое отделение на Монарево-4, которое сейчас закрыто почему-то. Да, потому что большое количество людей, которые болеют. Да? Из-за этого? Да. Ну, я вот им показывал истинные причины. На следующей неделе они... Я им показывал истинные причины, почему люди, по моему мнению, они не послушали. Вам покажу, если услышите. Вот такие маски, похожие на ваши, заставляли носить на... Можете поспрашивать у народа, они подтвердят. Пропитана диоксидом титана. В 2015 году была эпидемия в Северной Корее. Именно диоксид титана вызывает... Клёки. Делайте выводы сами. То же самое, антисептика. Я пришел разбираться. Поговорил с начальницей Элеонора, по-моему. Поговорил с ней. Она говорит, ну, не вопрос, пишите заявление на разблокировку. Было написано, где-то у меня с собой. Могу фотографию показать? Нет, дальше, дальше. Да, написали, все, жду, приходит смс-ка. Вам в блокировке отказано, нужно еще раз подойти в отделение Сбербанка и рекомендуем предложить скан паспорта. Я пришел, говорю, а на каком основании я должен скан предоставлять? Я вам предоставлял оригинал паспорта, он у меня с собой. У меня с черт с собой. Вот одна карта, полученная. Все. Я ничего не скрываю, у меня все документы с собой. Я целый пакет документов принес. Паспорт, военник, свидетельство о рождении. Все здесь. Я не скрываюсь. Я не мошенник. Я известный блогер. Здесь у меня события многие знают. Таким образом, я прихожу, говорю, на каком основании скан? Он говорит, я ничего не могу ответить, давайте оформим новое обращение. С вопросом, почему нужно прикладывать скан? Оформили. Вот, недавно приходит ответ. Что на основании внутрибанковских каких-то там регламентов или документов? Могу смс-ку показать. Соответственно, не на основании договора. У нас был очень долгий разговор со сторонниками Сбербанка. Они меня убеждали, что нужно именно скан предложить. Я им задаю вопрос. На основании какого нормативного права акта? Сошлись на норму закона или на норму права? Не могут сослаться. Говорят, на основании Калининского договора было заблокировано. Я говорю, это заблокировано. А на основании чего вы требуете скан? Паспорт. Не могут ответить. Почему вы выставили там разблокировку? Ленча же было перевыпустить карту. Она была бы сейчас у вас в руках. А при чем тут? Нет. Так дело в том, что карта-то работает. Я с нее деньги снимаю. Я на нее могу зачислить деньги. Я могу с нее оплачивать. Она рабочая. Сбербанк онлайн заблокирует. Я ни с компьютера, ни с телефона не могу зайти. Ну, в большинстве случаев, да, то есть если мы не будем сейчас ссылаться в целом на законодательство, потому что сейчас, к сожалению, сотрудникам уже запретили ссылаться на определенные внутренние критерные документы, потому что это находится в общем доступности у клиентов на сайте Сбербанка, то есть если ему необходимо, то он смотрит там, либо по запросу от банка отвечает. То есть, скорее всего, именно так вам объяснили, да, что необходимо поставить обращение. Но, допустим, если сориентироваться по простому говоря, зачем необходим паспорт, это потому что, если бы это была просто заблокированная карта, скорее всего, у вас не попросили бы паспорт. А так как это заблокировано онлайн, доступ идет абсолютно по всем вашим картам и счетам, в банковую почку и скан паспорта, который действительно у нас сегодняшний день. Потому что обращение в Сбербанке, простое обращение, можно даже выставить и без паспорта, может клиент, допустим, даже по номеру телефона выставить обращение, там паспорт, в принципе, не заводится. То есть мы доводим данные к клиенту и номер телефона. А так как дело касается уже Сбербанка онлайн, это полный профиль клиента, а эти сотрудники, они не имеют доступ к вашим личным данным. То есть даже если мы напишем, скажем, своими руками ваши данные, они, к сожалению, в ваш профиль зайти не могут. Поэтому необходим документ, подтверждающий вашу личность. Это я вам сейчас немного техническую сторону разъяснила. Документ у меня с собой, я его показывал. Они его через фотоаппарат проверяли, брали в руки, все проверяли. Прописка, регистрация, все есть. Вот я принес все свои документы, военный билет. Нет, то, что мы лично можем вас идентифицировать, мы с вами работали. Они-то сами не работали, им необходим наш паспорт, чтобы мы его оставили. Я, допустим, посмотрела, я понимаю, что да, это вы приняли. Да, это лицо незакрыто, вы приняли. Ну, вы понимаете, что отсканированный паспорт, да, скан-паспорт, он ничем не предусмотрен. Ни договором банковского обслуживания, ни нормативным правовым актом. Более того, есть постановление Верховного Совета, СССРский документ, который зарегистрирован на Минюсте, и там запрещено снимать копии с документов, удостоверяющих личностей. Да, но я, к сожалению, с вами поскорить никак не могу, потому что... Так скан-то и есть копия, причем цветная, причем в высоком разрешении. Они вот, я не знаю, куда эти данные могут утечь. Вот же в интернете много всяких сообщений. Утекла клиентская база. Согласитесь, мы работаем с вашими шагами. Тут уже совсем... Я все понимаю, но я ни разу, нигде не предоставлял скан этого паспорта. Но, к сожалению, какие-то определенные программные приключения на Сберене не уважены таким образом, где он может решить вопрос клиента в полной мере без предоставления документов. То есть сотрудник, даже если он специфицирован клиента, к сожалению, у него нет возможности... Ну, тот сотрудник не верит этому, или бы так далее. Да, это я своими словами сейчас не понимаю. Если, допустим, у вас заплакирован именно Сбербанк онлайн, то необходимо сотрудникам, которые работают с вашей заявкой, убедиться, что это именно вы подходите, потому что во время обращения там ваши паспортные данные не вводятся. Там нет даже такой технической возможности. Поэтому, если есть у вас возможность, например, вы можете заставить станцию, чтобы сделала, но, опять же, Киев Банк дает гарантию, что ваши данные не будут изглашены, а не в рамках только для использования банки. То есть, причем я хочу вам сказать, что данные клиента, они остаются в рамках обращения, они даже не остаются в единстве. Сначала дело не в доверии к вам, и не в искании самого документа. Дело в нормативе права макия. Да, я вас понимаю. Вы сейчас выдвигаете какие-то требования, которые не основаны ни на клиентском договоре, да? То есть, это, по сути, я вижу признаки принуждения к негодной сделке. То есть, навязывание каких-то новых условий вне рамка договора. Договоре не прописывается обслуживание действующих счетов, договоре прописывается пользование этими счетами. То есть, это немного другое. Но, единственное, что я могу вам сказать, у нас есть только один выход из вашего положения, то есть, это если мы просто в обращении ваш скан. Но, опять же, вы можете в формате диалога это продолжать, но банк в другом варианте. Вам Сбербанк онлайн не разблокирует. То есть, к сожалению, это... То есть, контроль и разблокировки это только у них находится? Вы не можете с своей стороны ничего сделать? Да, к сожалению, нет. Поэтому, я же говорю, вы технически немного ограничены. И тут, к сожалению, вариант только такой. Во-первых, мне непонятно, на каком основании заблокировали, да? Ну, они ссылаются там на пункт ДБО договора. Там есть что-то в приложении 1.3.17, что ли, точка 2. Там написано, банк имеет право заблокировать Сбербанк онлайн на основании выявления признаков мошеннических действий. То есть, я не являюсь мошенником. У меня история чистая. У меня нет ни уголовного преследования, ни в розыске не нахожусь. Я вам верю. Но, если, допустим, клиент проводит операции не свойственные для клиента, банк дает природу. Допустим, это, скорее всего, было наше, ну, как вы говорите, да, робот, ну, интеллектуальная такая система, которая хочет убедиться, что это вы переводите или нет. То есть, если клиент не дает реакции, возможно, потому что с этим ранее не сталкивались, к сожалению, банк, основываясь на этот же пункт, вам этот олайн был первым. Ну, это же бред вообще. Это же бред. Ну, я хочу вам сказать, практика показывает, очень много таких переводов он как бы остановил, причем это были переводы вошенников, на самом деле. Я-то не мошенник. Я пришел со всеми документами, многократно, с картой. Ну, нет, там человек тоже сам переводил, просто он не знал, кому переводил. То есть, разные бывают ситуации. Поэтому у него система одинаковая. Если операция не свойственна для клиента, то банк блокирует, во избежание, возможно, мошенничества. Ну, вот, опять же, если мы вернемся к началу диалога, у нас есть только такой выход. Конечно, у нас можно тоже написать обращение, вы получите официальные ответы. Но все зависит от того, как быстро вы хотите получить заблокированный суббанк. Я по-другому сделаю. Я просто выставлю претензию досудебную по защите прав потребителя. Потому что явные нарушения прав потребителя. Потому что сначала они пытались сослаться на договор банковского обслуживания. Там они не нашли этого пункта. Вот смотрите. В договоре не будет, потому что это на момент это оформление продукта. Там не будет как-то. Но там же прописаны условия блокировки. Правильно? Да, но опять-таки просто... Это постобслуживание называется. Да, то есть его там не будет. Одно условие... Может, другое подозрение? Смотрите, вот исследуя логики. Они условия блокировки прописали, постобслуживание. А условия разблокировки, что согласно договору, могли бы прописать пункт в этом, да, в БДО, прописать пункт, что разблокировка происходит в отдельных случаях на условии предоставления скана паспорта. Но такого пункта нет. Я тут вам предлагаю вести процесс, и как отводить банк, прилипись сюда. Я тут вам не люблю, я в другую сторону вам не подскажу. Но тем не менее, зная технические возможности, физические возможности людей, которые работают с вашим обращением, у них ваших данных нет. Опять же, если бы это касалось вашей карты, вы с этим не столкнулись. Но так как дело касается Сбербанка онлайн, это пропитки, видимо, все ваши счета и карты. Здесь банк хочет дополнительно убедиться, что это не надо выставлять. Так я вам даю оригинал паспорта. Вот, смотрите. Мы же не работаем с этим, как вы здесь работаете с эндрогием. Вы вообще договор банковского услуга на основании чего вы оформили, открыли, заключили? На основании предоставления оригинала паспорта. Правильно? Вы его не сканировали, я вам скан не предоставлял. А теперь вы требуете, чтобы разблокировать какую-то услугу, доставить вам скан. Ну, это же абсурд. Потому что они работают с вами напрямую, как же. Просто в этом смысла нет необходимости. Я понимаю, я просто, чтобы вы убедились, что я не в руине. Я и не голословлю. И не голословлю. Про союзный билет, быстрее журналисты. Ну все, ну что, вот предыдущая карточка, да, вот старая. Все на месте? Я не поняла, спасал. Все на месте, вот. Про союзный билет, где-то штат, и диплом, и дистанция. Вот самый главный документ, показываю, оригинал, да, вот который они собдеваются. Вот он. Все нормально. Я верю. Но, к сожалению, они не вязали. И крутили, и вертели, как хотели. Вот, показывали, наверное, видели. Понимаете? Вот, пакет документов показываем. Все равно не хотят разблокировать. Но, к сожалению, технически нет у нас. Если можно было, мы, конечно, решили. Нет, вы можете сообщить, что я предъявил, давайте можем прочитать. Вот, я считаю. Раз. Нет, а такое возможности нет. Два. Ну, оформить новое обращение же можем? Что вы предъявили. Да, оригиналы. Ну, для Сибербанка основные документы, это паспорт Российской Федерации, как по российскому билетам. Даже говорю, вы просто. Нет, там удостоверяющая личность. Военный билет здесь тоже есть. Для Сибербанка это паспорт. И, нет, это... Военный билет тоже достоинствует личность, по законодательству. А то, что для Сибербанка, это уже не важно. Я же сейчас... Если вы работаете в правовом поле Российской Федерации, то для вас это тоже распространяется. Три. Четыре. Про союзный билет до свидания. Пять, шесть. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Свидетельство о рождении. Семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. И карточка про союзы, двадцать. Двадцать документов я вам предъявляю. Хорошо. Разблокируйте Сибербанку новой. Хорошо, вы хотите создать еще одно обращение, правильно? Да. Да, хорошо. Вы будете проверять оригинал? Нет, ну, потому что только в этом нет никакой бизнеса. Я, когда вас вызову, я подойду и скажу сотруднику, в каком формате вы хотите действовать обращение, что вы предоставили документы, в принципе, вы можете даже список это рассказать, это можно сказать в обращении, и вы получите еще один официальный обращение. Не, ну, мы список-то напишем, но, по идее, вы должны убедиться, что это документы оригинал. А потому что мы не удостоверяем, у нас даже нет нормативов, чтобы мы могли удостовериться, что это оригинал. Я могу удостовериться в паспорте Российской Федерации, допустим, я некомпетентна в дипломах, Ну, давайте, вот смотрите, я уже делал таких обращений, две штуки. Давайте до ровного счета, до третьего доведем. Говорят, форекс любит троицу. Если это вам поможет, мы только за. Я надеюсь, это вам поможет, потому что в дальнейшем я намерен писать претензию и обращаться в суд, и писать жалобу прокуратуры и центрального банка. Хорошо. Как помочь вам? Пожалуйста. Он может предоставить все документы, которые у него есть, если хочешь к самому обращению, напиши в списке, какие документы. То есть можно ли каким-либо образом, обойдя сфер паспорта, разблокировать зубербанк онлайн, и что для этого нужно клиенту? Это личное заявление клиента надо. Да. Уже дважды писал. Нет, им нужно подтверждение, что мы... Это действительно вы пишете заявление. Это в любом случае паспорт. Ну, мне в этом напиши. Именно по расфлакировке зубербанк онлайн. Обязательно. Ну, ты просто скажи, что клиент не готов предоставить купить паспорт. Клиенту придет официально. Нет, он уже писал, что не готов предоставить паспорт. Он уже не искал. А он уже пишет, что они из-за этого не могут приглашать. Я приходил, я предъявлял паспорт. Вот сейчас я пришел и принес все свои документы. 20 штук. Про союзный билет, военный билет, водительские права. Все принес. Я не мошенник. Я готов подтвердить личность любым способом. Можете в интернете почитать. Антон Мулгаков, посмотреть видео на НТВ. Везде посмотреть. Нет, на номер 900 звонили? Звонил. Многократно. Они говорят, вам необходимо предоставить скан паспорта. Я говорю, на каком основании? Назовите нормативный правоакт, либо номер клиентского обслуживания. Я сейчас как-то должна обслуживать. Ты сейчас можешь по номеру телефона подать рождение. Просто видите, вот как я вам говорила. Фамилия, имя, отчество. Либо подать рождение. Документ какой-нибудь у вас. Такой вот. У меня их 20. У меня 20. У меня только номер телефона, дать рождение. Больше тебе никакой документ в номер. А, наобращение. Понятно. И все. И все. Фамилия, имя, номер, прибыль. А, чтобы у меня документы, я прошу, чтобы фамилия, вы число узнаете. А какие-то есть звук, он бы сказал. А если там оно какое-нибудь? Вот самое главное бумагу. Оригинал. Дважды приносил, показывал. Все. И через это, чтобы проверяли, и через то. Может, я прочитаю, запомню. Хорошо. Ну, выставите, хорошо. Да. Безвольден. Все, вы уже свободны? Да. Ну что, до свидания. Вот и да. Только к вашей карте подключите. Суперим. Ну, давайте новое составим. Давайте. Под дюкновку, пожалуйста. Да. Нет, я буду диктовать. Устное обращение отримите, пожалуйста. Нет. Смотрите. Просто укропка, Сбербанк онлайн? А, выходить, чтобы я собственноручно написал обращение. Да. Чтобы не идентификация полностью обращает. Ну, потому что, как сотрудники, которые там, они будут понимать, что мы это делаем с разрешения клиента, так сказать. Только наручно, при вас, под видеокамерой буду писать. Изъявления. Кому что? Воль, волей, изъявления. Ну, как угодно. Я не физическое лицо. Я живой мужчина. Так, тогда что, отпишу, да, и этот. А, да, и камеру закладываю, еще раз указываю. Так, я тогда, чтобы ваше время не занимать, я думаю, нагрузка-то в два раза выросла, да, из-за того, что там отделение закрыли, нет? Сейчас в ожидании никого нет. И текст напишу сам. Либо составлю текст, а потом приду сюда и при вас напишу, чтобы вообще никаких сменей не было, что это мной написать. Вы именно укажите, что вы просите разблокировать. Сервис Сбербанк онлайн, именно разблокировать. Как зовут? Наталья? Наталья, уже писал? Ваши сотрудники? Я могу фотку показать. Смотри. Уже писал. У вас же там должно отображаться. Я вот смотрю все ваши обращения. Нету? Я их вижу. Я их вижу. Ну, видите там? 25-го числа, 25-го января написано. Видно? Ну, они вот вам отвечают. Ну? Что в вашем обращении не было указано, что вам нужно разблокировать доступ в Сбербанк онлайн. Так они не ссылаются ни на какую норму права, требуя скан паспорта. Вот обращение. Там написано, клиент что-то там требует или хочет как-то так, чтобы разблокировать Сбербанк. Ну, что еще нужно? Просто тенденция удивляется. Сначала скан паспорта потребует, потом, что потребует это, копии ключей от квартиры, где деньги лежат? Я просто сам программист, я знаю, как это делать. Потом все эти сканы куда-то улетают. Хакеры какие-нибудь. Зломай что-нибудь где-нибудь. И ищи свищи. Что же может быть? Зачем мне такие проблемы? Я не скрываюсь, вот 20 документов, я здесь, пожалуйста. Ну да, ну видите, так как вопрос решается не здесь сейчас. Если бы, к примеру, технически было возможно, допустим, нам по нажатию кнопки это выполнить здесь, то никто бы не просил этого. Так как сотрудники, даже территориально в другом городе находятся, нужно понимать, потому что разблокированы Сбербанк онлайн, а не фактически, но в теории, допустим, сидит сотрудник банка, пришел Иванов Петров какой-нибудь, неизвестно кто. Я вас уже доставил. Я понимаю, нет, я понимаю, друг сотрудника и говорит, а давай разблокируем сейчас Сбербанк онлайн и так далее, так далее. Понимаете, почему отображаетесь? Понимаю. Вот. Поэтому те сотрудники, которые фактически разблокировку делают, там по каким-то кнопкам, не знаю, программистам, они должны доставиться, что обращался клиент. Не, ну, так как... Что сотрудник, ну, с Богом. Я вам предоставил все, что вы просили. Вы, да, они не видят этого. Нет, дело в том, что они не ссылаются на норму права, не требуют, не обязывают, не предъявляют, а не рекомендуют. Дайте вам почитать ответ их. Рекомендуем вам. То есть они не ссылаются на норму права. Это рекомендации я. Вот, сейчас. О, вот, вчера пришла СМС, почитайте. Рекомендуем вам обратиться в банк и приложить скан. Это рекомендация. Я их рекомендацию отвергаю. Давайте разблокируйте. Они же не могут вам написать, что мы, я не знаю, хлебом или еще что-то. Они вообще ничего не могут, потому что нет такой нормы права. Ну, не то, что даже нет такой нормы права, но это как минимум не клиент ориентирует. Потому что не всегда клиентам рекомендуют. Это даже не клиент ориентирует. Советую. Вот слово клиент они любят, да? А есть такое слово потребитель. А есть еще такое слово, как закон о защите прав потребителей. Вот оно, я считаю, что они не нарушают права потребителей. Ну, хорошо, давайте напишем заявление. И я, ну, вы какой-то документ можете предоставить с фотографией для скана? Для скана? Да. Хоть какой-то? Да. На основании чего? Ну, я только спросила. На основании рекомендаций? Неизвестно кого? Если нет, то нет. Нет, мы предложим просто заявление. Пропишем, что мы предоставлять никаких документов в онлайн не будем. А оригинал паспорта и другие 20 документов, вот они, предъявлены вам. Что вам еще нужно? Понятно. Я вам до этого объяснила, да, почему они просят. Потому что эти сотрудники, они находятся... Так в том-то и дело, что они просят. А любая просьба без объяснения причины может быть отклоненной. У нас, видите, тоже есть определенные регламенты, да, по которым мы работаем. Так это ваша внутренняя регламентация? Конечно. Вы же не можете подойти к человеку с улицы и сказать, а ты почему не подчиняешься нашим внутренним регламентам? Он логическое объяснение. Для вас внутри, для ваших сотрудников. Нет, вообще. Я-то у вас не работаю. Логическое объяснение не для сотрудников, а для клиентов в том числе. Я вам объяснила, какая ситуация может произойти. Понимаете, да? Да, все, все, все ясно. Давайте напишем заявление. И вам ясно, и мне ясно. Девушка, Сбербанк онлайн заблокирован. Все. Мне пришлось ее напомнить, что есть такие уголовные статьи, как лавита, служебный подлог. Сомнения есть? Нет сомнений. Подпись есть. Испорь не разблокирована. Вчера я приходил с пакетом 20 документов без доверяющих личностей. Что вам еще надо? Почему? Как? На каком основании была операция проведена успешно, а потом была стагнирована? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова